Я являюсь медицинским психологом Орловского онкологического онкодиспансера. Тема моего выступления — оценка необходимости психологической помощи при сообщении первичного диагноза. Как показывает опыт общения с онкологическими больными, неожиданность и непонятность возникновения течения заболевания способствуют восприятию её больным как фатальное событие его жизни, его существование. Вследствие этого у людей, как у здоровых, так и у больных, рак сопровождается такими предрассудками и мифами, которые усугубляют драматизм ситуации болезни. Это происходит чаще всего от незнания и непонимания медицинской терминологии. Неменее важным фактором является недостоверность или некорректность информации о заболевании, лечении, прогнозе в СМИ, что вкупе с другими факторами на фоне основного заболевания может привести к хронической депрессии или же стать причиной суицида. Актуальность исследования. Очень важную роль восприятия диагноза играет лечащий врач, который достаточно подробно может рассказать и объяснить сложившуюся ситуацию. Однако в реальности врачу отводится всего лишь 10-12 минут на приём пациента. И иметь диалог в такой довольно короткий промежуток времени весьма сложно. Данным исследованиям необходимо было получить обратную связь от пациента фонкодиспансера. Как они воспринимают информацию, сказанную врачом, и чего им не хватает на данном этапе диагностики. От того, насколько грамотно лечащий врач подойдёт к вопросу сообщения диагноза, зависит дальнейшее лечение и реабилитация пациента. Поэтому целью исследования было совершенствование оказания психологической помощи пациентам во время сообщения диагноза в условиях онкологического диспансера. Материалы и методы. Исследование проводилось анкетным методом в сентябре-декабре 2019 года среди пациентов Орловского онкологического диспансера. Анкета составлялась на основе основных правил сообщения о плохих новостях и проводилась анонимно, методом самозаполнения. Данная анкета состоит из 11 вопросов, 9 из которых касаются диагностики ситуации сообщения плохих новостей. Анкетируемым предлагалось ответить на открытые, так и на закрытые вопросы. Объём выборки составил 120 человек. Половая принадлежность была распределена так. 74% было женщины, 26% было мужчин. Возраст испытуемых от 25 до 66 лет. Наибольшее количество людей, принявших участие в анкетировании, приходится на возраст 56-65 лет. Результаты. В психологии существует разделение психотравмирующих новостей на две категории. Неприятные новости и плохие новости. Их главное отличие друг от друга является то, что неприятная новость – это новость, в ответ на которую у пациента могут возникнуть такие эмоциональные реакции, как страх, тревога, волнение, печаль, огорчение. Плохая новость – это новость, когда врач должен сообщить пациенту, партнёрам и членам их семьи о смертельной болезни, неизлечимой болезни, увечья, внезапной и прогнозируемой смерти. В данном исследовании основной был упор на плохие новости, то есть сообщение диагноза. Один из первых вопросов анкеты касался диагностики ситуации сообщений плохих новостей. Кто и как сообщил вам первичный диагноз? При анализе данного вопроса основной целью было выявление источника информирования о диагнозе. Согласно статье 22 информации о состоянии здоровья федерального закона об основах охраны здоровья граждан, пункт 2 информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другим медицинскими работниками, принимающими непосредственно участие в медицинском обследовании и лечении. По результатам опроса выяснилось, что 70% опрошенных пациентов получают информацию от лечащего врача. Это является наглядным показателем соблюдения главного правила сообщения плохих новостей. 9% респондентов ответили, что узнают о диагнозе сами и 9% узнают на обследовании. 2% анкетируемых ответили, что узнали от близких родственников. И 7% опрошенных не ответили на данный вопрос. В сложившейся ситуации большинство пациентов узнают свой диагноз от лечащего врача. Однако существует меньше процентов людей, получающих информацию о диагнозе не от лечащего врача. Второй вопрос предполагал респондентам ответить, какие эмоции и чувства они испытывали во время сообщения диагноза. Этот вопрос закрытого типа, который предполагал на выбор 5 вариантов ответа. Злость, отчаяние, не мог поверить, страх, тревога. Данные варианты ответов были взяты из модели Кюмблер-Росс, в которой она описывает реакции человека на плохую новость. Все эти реакции служат защитными механизмами. Так, в данном вопросе предполагалось несколько вариантов ответа, то количество полученных данных превышает количество анкет. В результате было получено, что совместно с тревогой пациент может испытывать отчаяние и отрицание происходящего одновременно. Также допустим и другой вариант. Совместно со страхом анкетируемый чувствует и тревогу. Говоря о цели данного вопроса, стоит отметить, что в момент сообщения диагноза пациент может испытывать весь спектр эмоций. И главная задача лечащего врача в этот момент не только сообщить плохую новость пациенту, но и суметь грамотно обсудить с ним сложившуюся ситуацию. И дать четкие рекомендации по дальнейшему лечению, исходя из эмоционального состояния пациента. Для более комфортного изложения информации, содержащей плохую новость, разработана модель SPIKES, стратегия сообщения плохих новостей. Протокол SPIKES состоит из шести шагов. Цель протокола состоит в том, чтобы позволить врачу выполнить четыре наиболее важные задачи при сообщении плохих новостей. Получение информации от пациента, передача пациента медицинской информации, оказание психологической поддержки пациента и просьба о дальнейшем сотрудничестве пациента при обсуждении стратегии лечения. Третьим вопросом анкеты был вопрос об информации, сказанной врачом. Данный вопрос предполагает открытый ответ. В результате обобщения ответов было получено, что 74% опрошенных понимают информацию, сказанную врачом в момент сообщения диагноза. 16% не дали ответ на данный вопрос. И лишь 4% респондентов не совсем понимали, о чем говорит врач. Также в этом вопросе прозвучали такие варианты ответов, как «нет», «не помню», «не поверила», «врач» молча дала направление к мамологу. Частично о нюансах диагноза читала в интернете. При повторных посещениях узнавала у врача. Данный вопрос показывает, что несмотря на эмоциональный всплеск от полученной информации, человек готов получать информацию, сказанную врачом. В четвертом вопросе анкеты предлагалось ответить на вопрос, использовались ли специальные медицинские термины в ходе сообщения диагноза. В результате анализа данных выяснилось, что 63% опрошенных ответили «да», использовались. 33% ответили «нет». И 4% из всего числа опрошенных не ответили на поставленный вопрос. Соответственно, можно сделать вывод, что специальные медицинские термины в большинстве случаев используются. Исходя из практики и правил сообщения плохих новостей в условиях медицинского учреждения, рекомендуется при сообщении плохой новости объяснять ситуацию простыми и понятными словами, избегать медицинских терминов. К огромному сожалению, многие люди не всегда понимают медицинскую терминологию. Это только может усугубить ситуацию. Одним из вариантов решения – стараться прояснять возможные непонимания, не оставаться один на один с непонятными терминами. А медицинским работникам в данном случае рекомендуется во время консультации интересоваться, правильно ли понял пациент сказанную информацию. Следующий вопрос касался дополнительных вопросов к врачу. В данном вопросе было целью выявить, насколько пациент и врач готовы к взаимодействию после оглашения плохой новости. 88% опрошенных пациентов ответили, что дополнительные вопросы задать смогли. Только 14% из числа опрошенных не смогли задать вопросы. Вероятным объяснением этого могут быть несколько причин. Нежелание идти на контакт с лечащим врачом, страх узнать еще более страшную информацию, и личный тормоз, не позволяющий спрашивать интересующие вещи относительно своего здоровья. Часто встречается и другой вариант развития ситуации. Как было отмечено выше, что врачу на прием отводите 10-12 минут на каждого пациента, и уложиться в этот минимальный срок весьма проблематично. Время, отведенное на прием, с каждым годом сокращается, и тем самым срезается важная часть приема – коммуникация врача с пациентом. Пациент не успевает отреагировать на плохую новость, не получает обратной связи от лечащего врача, и не получает достаточной информации о заболевании. В данном случае он получает только плохую новость, а что делать с этим дальше, ему непонятно. При отсутствии данной части лечения, нарушается процесс доверия в отношении к лечащему врачу, тем самым усложняется лечение и дальнейшая реабилитация пациента. Цель шестого вопроса – выяснить, насколько информированы пациенты о возможном течении заболеваний. Достаточно информированы 66%, 33% недостаточно, и только 2% от общего числа ответили, что неинформированы. Как видно из сложившихся показателей, большинство пациентов достаточно информированы, что говорит о том, что информационные параметры развиваются в лечебном учреждении. Врачи стараются уделять время пациентам для проясняющих вопросов. Большинство врачей учреждения, в котором проходило данное исследование, понимают, насколько важно иметь коммуникацию с пациентом. В коридорах онкодиспансера присутствуют информационные стенды о возможных последствиях заболевания, о дополнительных источниках информации. Однако, не стоит забывать, что есть 33%, которым было недостаточно информации о заболевании. И это тот показатель, на который стоит обратить внимание и улучшать осведомленность пациентов о возможных течениях заболевания. В седьмом вопросе предлагается ответить на вопрос о информированности более узкого плана, о вопросах диеты, распорядка дня и лечебной физкультуры. 73% респондентов ответили о своей информированности по данным направлениям. 27% оказались неинформированы. Это может быть связано с тем, что у таких людей, возможно, протекает период отрицания своего заболевания. Тем самым появляется нежелание вникать в суть ситуации, продолжать находиться в информационном вакууме и сохранять иллюзию стабильной и хорошей жизни. Таким пациентам рекомендуется психологическая консультация онкопсихолога для понимания своего состояния и выведения реальной картины. Восьмой вопрос предложенной анкеты касался получения обратной связи от пациентов Орловского онкологического диспансера. Были выделены наиболее яркие пожелания и рекомендации от пациентов при сообщении диагноза выдавать брошюрки с минимальной информацией про поставленный диагноз и дальнейшие действия пациента. Популяризация информации об онкопсихологе, важности обращения к нему. Также была затронута тема врачебной этики и умение выстраивать диалог с пациентом. Последний вопрос анкеты касался работы клинического психолога и совместного с врачом сообщения диагноза. В результате выяснилось, что 38% ответивших хотели бы, чтобы клинический психолог присутствовал во время сообщения диагноза. В данном варианте ответа четко просматривается линия понимания, кто такой психолог и чем он может в момент сообщения диагноза помочь. Многим людям в этот момент важно не оставаться один на один со своими эмоциями, со своими чувствами. Быть с кем-то, кто поддержит и поможет разобраться в ситуации с профессиональной точки зрения. К сожалению, 22% опрошенных высказались против совместного с клиническим психологом сообщения диагноза. 40% ответили, что им все равно. В результате чего можно сделать вывод, что многие люди не до конца понимают, кто такой психолог и вообще для чего он нужен. Некоторые анкетируемые не готовы обращаться за помощью, мотивируя это тем, что я сам себе психолог, и вы мне не нужны. В данном случае работает очень крепкий и сильный стереотип о психологах, что психологи работают только с психами, и если ты обратился к психологу, значит ты псих. После проведенного исследования выделились основные выводы, что основные правила сообщения плохих новостей врачами онкодиспансера соблюдаются, но не в полной мере. Необходимо развивать работу в данном направлении постоянно поднимать данную тему. Люди готовы к получению информации, однако за слишком короткое время приема врач не успевает дать важную для пациента информацию. Одним из вариантов решения данного вопроса является раздача информации о заболевании, возможных в дальнейших действиях, привлечение клинического психолога для совместной работы с врачом, проведение лекций и семинаров о важности данного вопроса. Все, спасибо большое за внимание.